Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» вопрос 4098. Тема «Война». Кто из высшего эшелона власти, военные видят беду российскую, более других. Предполагают ли они, что территорию России будут делить соседи? Отвечает Игнатий Лапкин. Таких, как ни странно, можно даже насчитать больше, чем миссионеров Патриаршей Церкви. Гениал армии Игорь Родионов. Кавычки открыты. Вместо обещанного подъема и процветания нарастает нищета, преступность, хаос, господство криминальных компрадорских группировок, их экономических и силовых структур. Россия вместе с такими странами, как Замбия, возглавляет список разительного имущественного неравенства, когда доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан отличаются более чем в 15 раз. При такой неисправедливости никакой рост и развитие невозможны. Страна переходит в разряд нежизнеспособных. Что такое 20 лет? Это целая эпоха. Многие народы в более короткие сроки совершали экономические чудеса. В период с 1885 года по 1913 год за 28 лет экономика России выросла в 5 раз. Население России с 1892 по 1912 год за 20 лет увеличилось на 50 миллионов человек. Прирост населения составлял 3 миллиона человек ежегодно. Продолжается вымирание нации. Это самое опасное и самое страшное. К 2050 году в России может остаться половина населения. Государственной и территориальной целостности угрожает целая опасность. Углубляется жестокий перекос в системе духовных ценностей, прямо ведущий к нравственной деградации народа. Серьезные межнациональные проблемы обостряются на глазах. Нарастает кризис. Есть регионы, где численность мигрантов уже сравнялась с численностью коренного населения. Уровень качества жизни абсолютного большинства граждан остается недопустимо низким. Жизнь и развитие российской семьи происходит в крайне сложных условиях. Особенно много трудностей у молодых семей. Практически не развивается наука. Власть стала абсолютно закрытой для общества. Не подконтрольной и не подотчетной. Народ и власть представляют собой два разных мира. Чрезмерно громоздкий и малоэффективный госаппарат. Насквозь поражен коррупцией. Государством и социальной политикой руководят не люди, которые презирают свой народ. Не люди. Отгородились от него заборищами, дворцами, всевозможными видами охраны и привилегиями. А народ расливает, насилует и убивает. За 10 лет реформ Россия потеряла 9,5 миллионов своих граждан. Страной руководят какие-то нелюди. Для них вся жизнь заключается в лицемерии, приспособленчестве, угодничестве, продажности, предательстве, карьеризме ради собственного живота и собственного кармана. На смену нелюдям, космополитам и откровенным предателям должны прийти истинно русские патриоты. Если точнее, националисты-государственники, для которых интересы своей страны при умножении счастья русского и других коренных народов России было бы смыслом жизни, а укрепление государства ежедневной работой. Идет стремительная деградация элиты. Это уже не деградация, а полный маразм. Нынешняя российская псевдоэлита просто не способна к производительному труду. Она ищет только одного. Где бы хапнуть, кого бы еще обобрать. И потому должна быть сметенность с политической сцены. На смену ей должны прийти лидеры, которые будут воплощать аскетические идеалы братства, солидарности или туризма. Если этого не произойдет в ближайшие годы, Россия может погибнуть. Вспомним. Трагедия гражданской войны, опустошившей Россию в начале прошлого века, заключалась в том, что в ходе ее была уничтожена историческая национальная элита государства. Образованная часть общества, куда входили бывшие дворяне, офицеры, казачество, купечество, трудолюбивые крестьяне. А ведь до того в России, если ты не пьяница и не лодырь, каждый имел возможность достойно себя обустроить. Вторая часть этой трагедии заключалась в том, что на место уничтоженной национальной элиты пришла еврейская мафия. Мафия пришлая, далекая от православия. Нация, причисляющая себя к богоизбранному народу, исповедующая иудаизм, расизм и шовинизм. Для которой все остальные нации России и мира являются гоями, рабами. Эта мафия попыталась завладеть Россией и, используя миллионы массы безграмотного и одураченного народа, разжечь пожар пролетарской революции в Европе и во всем мире. Вот лишь один пример еврейского засилья. В 1936 году из 539 лиц высшего управления страны русских было всего 5,75%. 31 человек, латышей 6,3%, 34 человека, армян 1,8%, 10 человек, немцев 2%, 11 человек. А остальные нации не имели даже 1%, зато евреи занимали 82% высших государственных должностей, 442. Невольно напрашивается вопрос, это было русское государство или еврейское? Реплика из зала. Еврейское. Об этом факте нынешний режим и его средства массовой информации помалкивают, как и о многом другом. Это была война, настоящая война. Это была война с еврейским фашизмом внутри государства. Ругают либерал-демократов в целом, отдельных политиков в частности. Грефия, Кудрина, Зурабова, самого премьера Ельцина, Горбачева. Называют имена аллергархов, но не слово в адрес навязанного стране и еврейской мафии, чудовищного антинародного режима. Сегодня осуществлен лишь первый этап агрессии. Рухнул Советский Союз. Не надо забывать, что все, что произошло когда-то с Советским Союзом и происходит сегодня с Россией, это не есть результат эволюционных процессов развития, а тщательно спланированная, профинансированная, умело управляемая, целенаправленная агрессия. Но продолжается ее второй этап, цель которого развалить Россию, превратить русский народ в жалкое подобие североамериканских индейцев, тихо исчезающих в своих резервациях. Они хорошо оснащены интеллектом, у них мощное инфрационное оружие, неверные финансы, немерные финансы, большая пятая колонна внутри России, целая армия доморощенных предателей из бывших работников аппарата КПСС и КГБ. Предстоит длительная и упорная борьба за Россию и русский народ, за поиск новых лидеров в центре и на местах, за поиск форм борьбы с современным игом. Демографическая ситуация в стране катастрофическая. Смертность в стране в три раза превышает рождаемость. Это самый настоящий геноцид. Россия быстрыми темпами заселяется инородцами. Похоже, у нас в ближайшем будущем будет такая же трагическая ситуация, как в Косово. Для примера скажу, что уже сегодня в Москве русские оказались в меньшинстве. Практически все российские СМИ работают против России и народа, так как находятся в руках еврейской мафии. Сначала политических проходимцев и авантюристов типа Хрущева или Горбачева, а затем откровенных предателей и западных ставленников, вроде Ельцина. Сегодня Россия является фактически оккупированной страной, так как в руках одной из самых малочисленных народов России. К тому же, в ней являющегося коренным находятся все ветви власти – концептуальная, идеологическая, законодательная, исполнительная, судебная, а также финансы, средства массовой информации и, естественно, кадровая система. Остраняясь от власти инородцев, воров, предателей, а на их место выдвигают проверенных, преданных единомышленников. При этом надо во всеуслышание заявить – в России никогда не существовало и ныне не существует еврейский вопрос. Зато центральным ключевым для нашего выживания является русский вопрос – проблема нашего национального возрождения, выживания русского народа на своей родной земле. Дальнейшее игнорирование проблем русского народа становится опасным. Если русские чувствуют себя в своей стране дискомфортно, то ни один народ этой страны не сможет чувствовать себя благополучно. Одной из главных причин такого положения является тот вопиющий факт, что русские остранены от управления страной, которую они создавали, хранили и защищали на протяжении долгих веков. С какой целью? Если вспомнить, что вслед за развалом Советского Союза мировая западная олигархия сосредотачивает усилия против России, то ее главная цель – русский народ выбрана правильно. Только растлив русскую молодежь, умертвив наиболее активную часть народа, превратив в манкуртов остальных, можно рассчитывать на то, что Россия, как единое государство, как уникальная евразийская цивилизация, перестанет существовать. А что происходит на самом деле? На самом деле нашу нацию уже 15 лет мучает один главный русский вопрос. Как же так случилось, что мы в одночастие потеряли вековую державу и перестали быть хозяевом на собственной земле? Наиболее удачно вписались в новые экономические отношения органы МВД, по работе, тесно связанной с коминальными структурами и контролируемым ими бизнесом. В результате мы имеем такую коррумпированную милицию, которую боятся не столько бандиты, сколько законопослушные граждане. И несмотря на кампании по поимке оборотней в погонах, пока не видно, как можно победить коррупцию в МВД. Более того, кроме официальной государственной военной организации в стране существует мощная частная вооруженная сила. Только в Москве такие формирования составляют десятки тысяч человек. Наличие такой параллельной армии свидетельствует о недопустимости слабости государства. По официальным данным, их в современной России около 30 тысяч. Причем многие из них имеют крышу в структурах власти и милиции. Если предположить, что в каждой такой группировке состоит хотя бы 10 человек, то вот вам еще одни параллельные сухопутные войска, только без танков и самолетов. Но для миллионной армии с ядерным оружием борьба с террором не может рассматриваться как основная задача. Главная угроза для России в 21 веке, угроза на защиту, от которой должны быть ориентированы наши вооруженные силы, исходит в осень нет от террористов. Опасности поджидают нас. С другой стороны, геострагическое положение России в ближайшие десятилетия будет очень сложным, уязвимым. Наша страна занимает 12,6% суши земли. В ее недрах сосредоточены огромные богатства, оцениваемые специалистами примерно в 140 триллионов долларов. Протяженность границ России около 61 тысячи километров, и значительная их часть плохо обустроена. Только с Казахстаном нас разделяет более 7400 километров, практически неохраняемых рубежей. Многие сопредельные государства имеют к России открытые или скрытые территориальные претензии. Все эти объективные данные свидетельствуют о том, что при ослабевающем международном праве уменьшение роли ООН, нарастание диктата силы, России в 21 веке предстоит тяжелая борьба за сохранение суверенитета, территориальной целостности, природных богатств, экономического потенциала. Наиболее опасные и трудно отражаемые военные угрозы для России в этом веке будут исходить от крупных государств и военных союзов, владеющих ядерным оружием. В первую очередь это США, НАТО, а также Китай. Американцы открыто вмешиваются в дела любого государства с помощью спецслужб, где стабилизируют там политическую ситуацию и приводят к власти подконтрольные им режимы. Государства загоняются в этакий мировой концлагерь, где у них отнимаются природные ресурсы, ограничивается национальное развитие, а народы становятся слугами транснациональных компаний и международных финансовых структур. Через так называемые международные стандарты, современные страны ограничиваются в праве на обеспечение своей безопасности. В мировую политику вброшен фактор международного терроризма, являющийся инструментом глобализаторов, который они используют для покорения других народов. С помощью этого инструмента в международном сообществе подавляются всякое инакомыслие, любые попытки проведения суверенной внешней и внутренней политики. Этот сценарий предусматривает строительство на российском пространстве политической системы, подчиненной интересам США и мировой олигархии, в рамках которой действует либеральная модель экономики без развитой промышленной базы, а армия остается без стратегических ядерных сил и современных сил общего назначения. При этом наука, образование, здравоохранение, культура неумолимо деградируют, ведь колонизированной сырьевой стране очень просто ни к чему, а не просто ни к чему. В рамках такого сценария уже разработаны детальные планы, которые предусматривают нейтрализацию российского ядерного потенциала, приватизацию оборонного промышленного комплекса, вовлечении наших вооруженных сил в международные политические функции под эгидой борьбы с терроризмом, а также подготовку и проведение армии США и НАТО военных операций в конкретных регионах нашей страны. Вся история 20 века характеризуется бескомпромиссной борьбой, кипевшей в России между инородцами, космополитами и государственниками-патриотами. В результате сегодня стратегию экономического, социального, культурного развития страны, стратегию обороны России определяет не Кремль или Государственная Дума, а закулисный центр власти, сосредоточенный в руках мировой и внутренней олигархии. Кавычки закрыты. Марка 16, глава 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дашь человек за душу свою? Иов 27, 8. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторнет Бог душу его? Когда бы мертвые могли заговорить о том, что видели, частично претерпели. Кого-то мучил грипп, инфаркт, гастрит. Теперь ушли, перемешались с прелью. Пусть не о всем, частично, час один, подробно описали по секундам. Где ныне там слуга и господин? Кому из них приятно или худо? Но главное за что, когда и почему, над ними приговор уже произнесен. Урок немало из того возьмут. И то в действительности, а не тонкий сон. Мираж истории высмотрит писатель. Сюжетов и развязов котомки у поэта. Пусть это будет от перста полкапли. На что там есть дозволенность запреты? За час тома к неверным настрочат. И спутают с дословным слухи бредни. Наказы горькие для дохленьких внучат. Сластволюбивых и до смерти вредных. А провергать их будут в кривь и в кость. Что это, мол, условно, нелогично. Хотя бы из могилы сувениром кость. За душу проданную потрясали купчей. Конечно, тьма, низги, ни порошинки. О воплях, криках чуточку поведал. На полвопросиках невидение расширить. Все развернуть к Иисусовой победе. Как на кресте грехи подъемля телом, Спаситель мира жажду возгласил. Гробы в окрестности от ужаса расселись, И мертвецы вошли в Иерусалим. У верующих, живших во Христе Иисусе, Мы слышим, всматриваемся в апокалипсис. Спасенные по слову вас смеются. Пока не поздно, смех достанет с хлипом. 6.12.08. Игнатий Лапкин